Как они это делают? По соцсетям? А это как идёт массовая бомбардировка? Или они вычисляют жертву? Звонки от лжебанкиров и псевдосотрудников службы безопасности банков по-прежнему самый распространённый у телефонных мошенников способ отъёма денег у доверчивых граждан. Только теперь лжебанкиров поддерживают ещё и псевдоправоохранители, которые в своём звонке убедительно стараются подтвердить личность первого звонившего обманщика. Об этом предупредила сегодня слушатель Авторадио сотрудник пресс-службы областного ОМВД Анна Сургутская. И здесь начинается первое, по-хорошему, я называю так это по-хорошему, когда говорит, вам действительно сейчас звонил сотрудник банка, мы занимаемся делом о мошенничестве, вы должны помочь сотруднику банка. Выполняйте все его указания и тогда мы сможем раскрыть ваше дело и поймать мошенник. Если эти доводы не возымели действия, то включается вариант по-плохому. Как бы полицейский начинает пугать засомневавшегося абонента уголовным делом за противодействие следствию. Но здесь бояться нечего. Такая ситуация в реальности невозможна. И помните, что ни один силовик никогда вам не позвонит, не попросит именно вот в таком телефонном режиме в поимке мошенника, не скажет о том, что вы должны взаимодействовать с сотрудниками банка, все будет решаться в рамках процессуальных действий, которые у нас предусмотрены законодательством. То есть так сотрудники ни полиции, ни любых других силовых ведомств, они не действуют. Особенно из иск сезона. При мошенническом звонке отображается номер телефона настоящего подразделения полиции. Компьютерная программа подмены номера уже не бог весть, какая редкость в цифровом мире. И сейчас нетрудно представить звонок хоть из резиденции папы римского. У нас совсем недавно был такой случай. Молодой человек долго не верил в то, что с ним разговаривают сотрудники банка, и что действительно такая ситуация происходит. Но вот когда ему позвонил вот такой лжесиловик, и он пробил номер телефона в интернете, он посмотрел, что да, действительно принадлежит. Он говорит, вот это меня и как бы сподвигло на то, чтобы поверить. Анна Сургутская настойчиво рекомендовала сразу прекращать такие звонки, при желании или необходимости наводить справки по официальным номерам банков и полиции, и ни в коем случае не переводить свои деньги на так называемые безопасные счета или ячейки. Таких ячеек не существует. Об этом напоминают и листовки, которые настоящие полицейские разместили на банкоматах, в надежде, что ведомый мошенниками гражданин опомнится на этом последнем рубеже. Полная запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин. Новости 21.